Орден Суворова первой степени за победу при Рымнике, Георгиевский крест Керенского, переданный генералу Барусилову за знаменитый прорыв года Первой мировой, а еще наградное оружие, знамены, штандарты и даже уникальный Георгиевский сервиз, один из первых комплектов посуды императорского фарфорового завода, посвященный российским орденам. Эти и многие другие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке в историческом музее, которая создана при поддержке Фонда Истории Отечества. Экспозиция посвящена юбилею самой почетной военной награды Российской империи – ордену Святого Георгия, учрежденному по указу Екатерины II. Впрочем, важен не только престиж военной награды, но и ее подлинная народность. Герои Первой мировой с георгиевскими орденами даже на детских рисунках столетней давности. Точно так же, как рисунки времен Великой Отечественной войны – это самолеты с красными звездами. Здесь мы видим генералов, солдат, героев войны глазами детей. И все они с орденами Святого Георгия. Или со знаком ордена, или с георгиевскими крестами. Георгиевская символика узнаваемая, читаемая. И мне кажется, что это достаточно хорошо показывает, насколько эта награда была известна просто и популярна среди простого населения, среди людей. За всю дореволюционную историю России полными кавалерами ордена стали только четыре полководца. Среди награжденных орденом Святого Георгия и первый почетный председатель императорского русского исторического общества – царь Александр Третий, который заслужил эту награду в боях русско-турецкой войны. Выбор покровителя ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, его лаконичный внешний вид и принципы награждения оказали большое влияние на всю российскую наградную систему. Монеты Святого Георгия в Европе самые популярные. Он покровитель рыцарства, во-первых. И когда учредили орден Святого Георгия, вот видите, английские монеты, золотые, средневековые, мансфельские – это Германия. Орден стал первым в российской наградной системе, который присуждали не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе. На выставке представлены несколько сотен наград и за каждой история подвига, судьба конкретного человека. Всех кавалеров ордена объединяло чувство истинного, такого страстного патриотизма и самоотверженное служение своему Отечеству. Экспозиция охватывает период в 250 лет от истории создания ордена в 18 веке до наград времен гражданской войны, заимствований в советские годы и современной истории. За многие годы орден стал фактически синонимом победы русского оружия, символом храбрости и стойкости русской армии. Это символ мужества, это символ героизма, это символ преданности, это символ всего того, что самое светлое, что есть в жизни. Этот человек, для того, чтобы получить эту награду, он должен был рисковать своей жизнью ради людей, ради своего народа, ради своей страны и прочее, прочее. Отдельный раздел выставки посвящен развитию системы георгиевских награждений, которая постепенно стала включать в себя знаки отличия для нижних чинов, наградные медали на георгиевских лентах, георгиевские серебряные трубы, наградное оружие, знамена и штандарты. Вот, посмотрите, пожалуйста, завеста для литавры. Это очень редко демонстрируемый на выставках предмет, просто в связи с тем, что его сложно экспонировать, поскольку вещь старинная, вещь из натурального бархата и может быть легко повреждена. Как вы видите, этот предмет также выполнен в орденских цветах. Это золотой, оранжевый, белый, черный. И сама завеста украшена звездами ордена Святого Георгия, что, конечно, сразу говорит о том, что сам полк посвящен этой награде. История наград России в наши дни представлена предметами из частных собраний. Так, среди экспонатов современный орден Святого Георгия генерала Шаманова и награды нашего летчика за миротворческую операцию в Сирии. Специально к выставке организаторы подготовили красочное издание, рассказывающее об истории учреждения ордена, его роли в наградной системе государства о боевых заслугах георгиевских кавалеров, прославивших русскую армию и флот. Посетить выставку любой желающий сможет до 12 марта. Служба информации Российского исторического общества.